Казахстан Внутреннее политическое положение казахского ханства определим результаты внешней политики казахского ханства. Исследовательский вопрос. Каковы были причины и последствия обращения хана Абухаира с письмом к российской императрице Анне Иоанновне? Опорные слова. Крепостной крестьянин – это жители сельской местности России до 1861 года, находившиеся в полной зависимости от своих помещиков. Колонизация, захват и подчинение одного государства другим. Мы уже с вами знаем, что Россия была заинтересована в присоединении Казахстана к России с целью установления экономических и политических отношений со странами Азии и Китая. Это укрепление и оборона южных и юго-восточных границ, а также использование Казахстана как плацдарма для военного продвижения в Азию. Казахстан – это рынок для сбыта промышленной продукции, обложения налогами новых подданных, а также Казахстан – источник сырья. Причины присоединения Казахстана к России – это обострение внешнеполитической ситуации из-за войны с джунгарами, также стремление остановить набеги волжских, калмыков, башкир, уральских казаков на территорию младшего жуза, а также желание Абулхаира убрать с политической аренды своих противников. С целью сближения с российскими властями в сентябре 1730 года Абулхаир отправляет посольство в Петербург, в котором обращается Канье Иоанновне о принятии младшего жуза в состав Российской империи. 19 февраля 1731 года Анна Иоанновна приняла просьбу казахских послов Кайдагулова и Коштаева о принятии младшего жуза в состав Российской империи. С целью подписания грамоты в Казахстан было отправлено российское посольство во главе с дипломатом Тевкелевым. Также с ним приехали ученые Зиновьев и Писарев. В составе дипломатической миссии был и влиятельный башкирский старшина и батыр Таймас Шаимов, который пользовался почетом среди степняков. Значительная часть знати была категорически против принятия российского подданства во главе с султаном Бараком. Подкупом, уговорами, а также реальной угрозой, что он доверенное лицо Российской империи, Тевкелеву все же удалось удачно провести переговоры. Российский посол подтолкнул окружение Абулхаира к принятию подданства России. 10 октября 1731 года Абулхаир, некоторые султаны и небольшая группа влиятельных беев и батыров присягнули на верность Российской империи. Произошло это событие между речи рек Иргиз и Табо в урочище Матюбе в ставке Абулхаир хана. Присягу приняла часть казахских старшин. Это были прежде всего те, кто составлял ядро ханской партии. Первым присягнул Абулхаир хан, затем его сподвижники. Часть местной знати в ходе переговоров была открыта подкупленной дипломатической миссией. А теперь посмотрим короткое видео. Мрзатев Келев на тюркском языке выступил перед знатью и знать поддержала решение Абулхаира. 10 октября 1731 года Абулхаир хан и 29 султанов Биев, Батыров из 13 родов приняли присягу на подданство России. Используя присягу казахских правителей, Россия под предлогом защиты от внешней угрозы начала строительство крепостей и поселений на земле казахов. Под крепостью Россия стала изымать земли у казахов-кочевников, земли пастбища, земли для перекочевки. А это нарушало веками сложенный хозяйственный уклад казахов-кочевников. Условия, при которых младший жуз вошел в состав России. Абулхаир в знак верности российскому престолу обязывался отправлять в Россию своих сыновей в качестве аманатов. Также охранять караваны и не нападать на подданных Российской империи. Это открыло дорогу для дальнейшей колонизации казахских степей. Российская империя обязывалась прекратить набеги на территорию казахского ханства сибирских казаков, башкир и калмыков. Доказательством этого служит исторический документ Российской империи. «Ежели на вас кайсаков будут нападать какие неприятели, чтобы вы могли от того нашим императорского величества защищением охранены быть, исчислять бы вас подданными российскими». Российские дипломаты находились на территории Казахстана более одного года. За этот период они хорошо изучили казахское общество и его потенциальные возможности. Тевкелев за удачно проведенную дипломатическую миссию в младшем жузе был удостоен звания полковника, а позднее генерала русской армии. Его потомки стали крупными мусульманскими помещиками, у которых было в подчинение более тысячи крепостных крестьян. Таймаш Шаимов получил титул Тархана. Правитель младшего жуза после принятия подданства Российской империи стал терять авторитет и влияние среди своих подданных. То, что ожидал от подданства Абулхаир, не сбылось. Абулхаир был утвержден ханом только младшего жуза. Не прекратились конфликты казахов с уральскими казаками, башкирами и калмыками. Реальной военной помощи со стороны царского правительства новым подданным оказано не было в борьбе с джунгарами. С перенятием подданства были построены новые военные крепости на всей территории, проходившей между Казахстаном и Россией, которые стали опорными пунктами в колонизации Казахстана. 24 ноября 1732 года Тевкелев, завершив свою миссию, выехал в обратный путь из урочища Найзаки-Скен. 2 января 1733 года прибыл в Уфу вместе с посольством Абулхаира, направленным в Петербург. В его составе были сын Абулхаира Султан Яралы, двоюродный брат хана Султана Нияз, старшины Чандбай, Мурзах, Кундай Бадназар, Батыр Мурзагильде, Мурза Тулькибай и другие. В результате переговоров в Петербурге вступление младшего жуза в состав России было окончательно оформлено. Принятие части казахов младшего и среднего жуза в состав Российской империи было добровольным. Это привело к постепенной потере независимости и превращению султанов и ханов в послушных царских чиновников. Отказ царизма признавать общеказахского хана привел к началу территориальной раздробленности и разрушению единства казахского государства. Практически без согласования с местными правителями началось усиленное строительство военных крепостей по всей казахско-российской границе. Сокращение пастбищных угодий и отсутствие возможности перекочевывать в годы джута приграничные районы привели к существенному подрыву основ кочевого и полукочевого скотоводческого хозяйства. В целом, принятие Булхаиром и его близким окружением, а затем видными чингизидами среднего жуза российского подданства, существенно изменившее дальнейшую раскладку межгосударственных отношений в Центральной Азии, следует рассматривать с двух позиций. С одной стороны, начальный этап как, безусловно, позитивный акт, который помимо других обстоятельств избавил казахский народ от часто повторяющихся истребительных походов айратов, с их гибельными для народа последствиями, а с другой, как начало постепенной военно-казачьей земледельческой колонизации, обширных степных зон и полной ликвидации государственности у казахов. Сейчас проверим полученные знания. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Каково было внутриполитическое положение казахского ханства накануне присоединения к России? И какие цели в начале XVIII века ставила Россия в отношении казахских земель? Проверяем. Казахское ханство испытывало давление со стороны джунгарских, калмыцких, айратских нападений. Колонизация земель, ликвидация традиционных устоев, создание рынков сбыта, вывоз сырья и выход на восток. Следующее задание. Ставьте пропущенные слова в предложении. Проверяем. 10 октября 1731 года значительная часть собрания казахских старшин высказалась за принятие акта о добровольном присоединении младшего жуза. Следующее задание. Тест. Сколько лет занял процесс включения казахских земель в состав Российской империи? Проверяем. Проверяем. Этот процесс занял около 150 лет. Начало присоединения Казахстана к России. Проверяем. Началом присоединения Казахстана к России считается 1731 год. Какой хан начал процесс присоединения Казахстана к Российской империи? Проверяем. Процесс присоединения Казахстана к Российской империи начал Абулхаир хан. Следующее задание. Установите соответствие, назвав автора. Киргиз-казахи сделались подданными императрице Анны для личной выгоды одного человека. Всем азиатским странам и землям Оная Орда ключи врата и Оная Орда потребна в российской протекции быть. Проверяем. Первое – это Левшин. Второе – это Петр I. А сейчас подведем итоги урока. Процесс присоединения Казахстана к России, начавшийся в 30-х годах XVIII века, закончился лишь в конце середины XIX века. Значительная часть младшего, некоторые районы Среднего ЖУЗа приняли российское подданство добровольно. Это привело к постепенной потере независимости, превращении казахских правителей в царских послушных чиновников. Русское государство было заинтересовано в расширении границ на Востоке. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok